МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели с Сусаной Халиловой. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. В эти дни Дагестан празднует день рождения одного из самых выдающихся поэтов 20 века, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Счастливые лица и приятная усталость. Из святых мест домой возвращаются первые паломники. Ведущие бойцы России выступили против мастеров единоборств из Бразилии. Итоги очередного турнира Fight Nice Global сегодня в выпуске. В Дагестане стартовали гамзатовские дни белые журавли. Мероприятие проходит ежегодно в день рождения поэта Расула Гамзатова. С самого начала празднования в Махачкале собрались лучшие поэты и писатели России и других государств. О том, как это все проходило, расскажет наш корреспондент Зубруд Гамидова. В Махачкале торжественные мероприятия начались с самого утра. На склоне горы Таркитау состоялось возложение цветов на могилу писателя. Отдать дань уважения великому поэту прибыли представители правительства республики, друзья, коллеги и просто поклонники творчества Расула Гамзатова. Далее празднование Дней Белых Журавлей переместилось в парк имени Ленинского комсомола, где состоялся митинг и официальное открытие фестиваля. Дни Белых Журавлей стали не только выражением нашего глубокого уважения к памяти выдающегося дагестанского поэта, не только проявлением нашей благодарности погибшей воинам, но и демонстрацией силы духа, склощенности всех народов Северного Кавказа, России и планеты против международного терроризма. Они стали настоящим явлением в культурной жизни страны. Присутствующие почтили память поэта минутой молчания. Своими воспоминаниями о поэте, о знакомстве с его творчеством на митинге поделились многие участники мероприятия. Председатель Союза писателей Республики Магомед Ахмедов отметил, что в Дагестане и за его пределами творчество Расула Гамзатова всегда будут высоко ценить. Белые Журавли постоянно, постепенно, постепенно превращаются в какую-то молитву мира, о мире, о памяти, о человечности, о глубокой вере в Родину, его защитников, в Отечество. После того, как Расул Гамзатов покинул мир, дни памяти народного поэта были преобразованы в Белые Журавли, гимном которых стала всемирно известная песня на стихе поэта. Эта композиция стала не только данью памяти всем погибшим, но и протестом против войны и насилия на земле. Зумруд Гамедова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Жители поселка Редукторный жалуются на отсутствие светофоров и плохую работу. Населенный пункт уже не назвать окраиной, ведь здесь много новостроек и новый детский сад. Переходить дорогу становится невозможным, рассказывают жители. Порой не обходится и без жертв. Жалобы жителей выслушала Умай Ибрагимова. Подолгу искать светофор, в итоге дойти до зебры и с трудом перебежать дорогу. Для Шамиля Чундаева это уже обычное дело, ведь он живет в редукторном поселке уже третий год. Манера издоводителей на этой улице всегда оставляла желать лучшего. Благо, хоть пешеходный переход сделали, рассказывает Шамиль. От одного светофора до другого светофора здесь очень большое расстояние. Здесь есть только одна пешеходная дорога и когда переходишь дорогу, ощущение, что водители даже не тормозят, а наоборот нажимают на газ. Дети, за них родители беспокоятся больше всего. Если в детский сад и школу они ходят в сопровождении, то уследить за ними в другое время невозможно. Местные жители опасаются, что дети могут оказаться жертвами ДТП. Вот видите, женщины проходят, даже не останавливает никто. С ребенком женщина на руках проходит, никак не останавливает, никто не уступает нам дорогу. Версии, почему не устанавливают светофор, у жителей разные. Кто-то полагает, что это будет тормозить движение проезжающего по утрам кортеджа главы республики. Другие и вовсе ссылаются на то, что местные чиновники экономят на дорогах столицы. В администрации города утверждают, указ об установке светофоров уже есть. Согласно постановлению администрации города Махачкалы номер 815 от 29 мая 2017 года по проспекту Насрудинова в районе техцентра Скачки, дом номер 49-1, должен быть установлен светофорный объект. Редукторный поселок по статистике один из самых аварийных участков города. Напомним, что в ДТП, которое произошло здесь накануне, погибла вся семья. Если взять проспект Насрудинова от кольца издательства в сторону Каспийска по старой Каспийской трассе, за этот год, за период с января по август месяц зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, которых погибло 3 и ранено 27 человек. Это без учета сентябрьских ДТП, которые резонансно произошли. Основные причины возникновения дорожно-транспортных происшествий на этом участке – это превышение скорости движения водителями и выезд на полосу встречного движения. Проблема светофоров не только в редукторном поселке. На проспекте Акушинского, как и на многих других улицах, светофор есть, но времени, которое дается пешеходам, не хватает. Сейчас мы попробуем перейти дорогу. На средней скорости перейти дорогу практически невозможно. Людям приходится бежать. Перейти дорогу даже по пешеходному переходу в Дагестане – большая проблема. Водители не всегда останавливают, как это положено, по правилам дорожного движения. Автомобилист обязан уступить дорогу переходящим улицу и даже тем, кто едва вступил на проезжую часть. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Счастливые лица и приятная усталость. Хадж выполнен. Накануне вечера в Махачкале приземлился первый самолет с паломниками. В аэропорт приехали сотни людей, чтобы встретить своих родственников и друзей. О впечатлениях и перенесенных мусульманами трудностях на благодатных землях в следующем сюжете. Миллионы людей вокруг, тысячи километров дорог, сотни достопримечательностей и десятки религиозных обрядов. Всё это преодолели и повидали прибывшие паломники. Во их глазах светится счастье и удовлетворение. И это я даже не могу передать словами такое впечатление душевное. Я не знаю, я копилась слезами. Величественное ощущение, как будто бы я попала в другой мир. Ощущение, как будто сверхчеловеческое ощущение такое, что невозможно выразить это всё. Это надо посетить, это нужно побывать. В этом году одновременно совершили хач свыше трёх миллионов верующих. Святые земли Микки и Медины приняли у себя бедных и богатых, знаменитых и безвестных, людей разных слоёв населения. И все они покорно предстали перед Господом. Самое большое и самое приятное то, что побывал нас заярать у пророка Салава Алиасаляма. Увидел Каабу, священное Медине. Если говоря, такие неописуемые чувства. Чувства выполнил долго перед Всевышним. Самый обязательный, самый нужный долг выполнил. И прилёт, я много прилетал, улетал, но сейчас уже как-то какие-то другие ощущения, что уже совершил большой хадж, пошёл, ну, не буду говорить, столько трудностей, столько испытаний, столько всего, столько эмоций. Паломники постили исторически значимые места. Мечети, кладбищи с подвижников и святых, места сражений, первых откровений, неспосланных пророку Мухаммаду, мир ему и благословения. Среди мусульман были те, кто впервые в очередь увидел Каабу, направление которой молился с детства и долгие годы мечтал лицезреть вживую. У меня уже было такое состояние. Что стоишь, прям внутри всё тебя распирает, и ты говоришь «Хвала Аллаху». Я здесь стою, потому что я твой раб. И вот это всё, внутреннее состояние, как будто тебя самого не хватает. Я очень сильно доволен, искренне. Каждому желаю в самое ближайшее время посетить эти святые места. Желаю нашим паломникам в первую очередь, чтобы Аллах принял их хадж. В действительности это было большим усердием с их стороны. Тем более, приехали первый раз в совсем другую страну. Причём скопление людей более трёх миллионов, как нам озвучивали цифры. Столько паломников было в этом году. И среди всех этих людей, что они смогли достойно выполнить столб ислама и приехать. Туркомпания «Марватур» взяла на себя все организационные работы. В этом году для выполнения пятого столба ислама на святые земли отправилось более 6 тысяч дагестанцев. Первым рейсом вернулось около 250 человек. К их кеминам теперь с честью можно прибавить слово «Хаджи». Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов. Телеканал ННТ. Махачкала. Ведущие бойцы России против мастеров единоборств из Бразилии. Компания «Файс Найс Глобал» провела турнир в Дагестане. В рамках бойцовского шоу зрители увидели 12 поединков по правилам ММА. Подробности вечера в материале Курбана Рагимова. В Каспийском дворце спорта имени Али Алиева по традиции яблоку негде упасть. Очередное шоу «Файт Найт» собрало около 8 тысяч зрителей. Особое внимание фанатов было приковано к основным боям вечера. Турнир возглавила противостание бойцовских школ Дагестана и Бразилии. Победителю первенства Европы по вольной борьбе Шамилю Амирову противостоял мастер бразильского джиу-джитсу Русимар Пальхарес. Начало боя осталось за Каспийчанином. Именно он и диктовал ход поединка. Однако во втором отрезке опытнейший Пальхарес выровнял положение и, казалось бы, перехватил инициативу. Но показав неизгибаемую силу воли, местный боец, которого поддерживали родные стены, выбирался из непростых положений и проводил броски. В концовке боец крепости добивал именитого оппонента у сетки. Все это и послужило основанием присудить победу дагестанцу. Отдав все силы в октагоне, Амиров едва переводит дыхание, чтобы прокомментировать бой. Слышал, что кричали «Шамиль! Шамиль!». Это меня вдохновляло, это мне помогало держаться на ногах. После второго раунда я, в принципе, уже устал. У меня были проблемы со здоровьем до этого. И мне даже говорили, снимись с боя. Но как-то вот я не решился, я хотел провести этот бой у себя дома. Я все-таки рискнул и спасибо всем, кто пришел и поболел за меня, поддержал меня. В споре за титул «Файт Найтс» в полутяжелом весе столкнулись Курбан Амаров и Фабио Мальдонадо. Выдержав стартовый штурм от дагестанского бойца, матерый Мальдонадо сумел перевести поединок в партер и провести удушающий прием. Я был готов на все, чтобы победить. Я мечтал стать чемпионом с самого детства. У меня нелегкая судьба, нет отца и матери. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Пожалуй, самый ожидаемый поединок вечера Ахмед Алиев и Диего Брандао. Оба атлета показали фанатам бескомпромиссный бой, а ближе к его развязке. Уже проиграв несколько эпизодов один за другим, бразильский отряд решил покинуть октагон. Своё поведение пылкий боец с непростым характером объяснил предвзятостью рефери. С тем, что соперник покинул октагон, это рассматривается как отказ от боя. На итоговой пресс-конференции бойцы делились эмоциями от проведенных боев. Фанаты и журналисты задавали вопросы. В свою очередь президент Fight Nights Камил Гаджиев заверил, что идея провести один из следующих турниров на Анжи-Арене всерьез рассматривается руководством промоушена. На этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.